Девочки, мальчики, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ирин Камискик. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет видео посвящено бюджетным покупкам в уходе за собой. Это просто, по моему мнению, мега бюджетные покупки, которые я совершала на протяжении, наверное, нескольких месяцев. Если вам интересно узнать, что это за покупки, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Здесь я буду показывать все, что я посчитала было бюджетным. Сегодня, кстати, снимаю опять не дома. Мы находимся опять в другом месте. Сейчас вернемся к пустым, точнее, к бюджетным покупкам. И первое, с чего я хочу начать бюджетные покупки, это покупки для ребенка. Первое, что я хочу показать, это ушастая. Я снимаю напротив экрана, напротив окна. И, надеюсь, будет нормально видно, потому что здесь какая-то чудо-квартира. В первые часы дня утра здесь очень сильно много солнца. Сейчас за окном день, и светит солнце, светло, солнечно. Но в квартире по какой-то причине темно, и поэтому снимаю здесь. Так что здесь будет вполне очень хорошая, даже неплохая, точнее, картинка. Ну так вот, ушастый нянь. У меня он идет с виноградом и алоэ. Я вам его уже показывала, когда я его покупала. Мы его использовали полностью. Могу сказать одно. Действительно очень бюджетная покупка. 250 мл. И стоил он что-то в пределах, по-моему, даже 70 рублей. Очень бюджетно, девочки. Это просто серьезно очень бюджетная покупка. Либо 80 рублей. С первых дней жизни можно просто использовать как гель для купания, а также можно использовать как шампунь. Средство, которое 50 на 50. Вот мне кажется, все-таки этот продукт очень плохо смывается с волос. Но, в принципе, он... Не могу сказать критично, что он плохой. Какой-то такой, знаете, фрукт непонятный. Ну, в компании ушастый нянь вообще очень много претензий было. В свое время, я знаю, было очень много всяких антирекламы им. Но мы им воспользовались. Слава Богу, никаких высыпаний изуда не было. Единственное, что он плохо смывается с кожи и с волос. Так что вот такой вот фрукт у нас был. Следующее, что я купила. Это тоже для ребенка. Это просто мои самые любимые. Это наша мама. Это детский шампунь и гель для купания. Они идут для чувствительной кожи с первых дней жизни. Я просто нежно люблю продукцию Наша Мама. Мне кажется, это просто замечательные продукты за свою стоимость. Просто это мега бюджетные продукты, которые мега круто работают, по крайней мере, на моем ребенке. Можно вообще даже не переживать о том, что будет что-то не так с кожей. Будет какие-то высыпания, зуд, либо шелушение. Замечательно после него кожа себя чувствует. С волосиков хорошо смывается кожа. Головы достаточно чистая. Волосы такие до скрипы хорошо расчесываются. Просто у меня мальчик. И мы не носим сильно короткие стрижки. У нас как бы удлиненные такие волосики. Поэтому для меня расчесывание ребенка оказалось актуальным так же, как и для мам девочек. Так что вот так, девочки. Могу смело порекомендовать. И ведь ребенок не будет от расчесывания. Хорошие продукты, которые стоили в пределах 150 рублей. Следующее, что тоже была покупкой для ребенка, это паста Колгейт. Называется Доктор Заяц. Вообще, на самом деле, купила его в Магнит Косметик по какой-то дикой скидке. Здесь написано то, что количество в Ториде рекомендовано стоматологами 2+. Детская зубная паста со вкусом жвачки. У меня ребенок сладкоежка так же, как и я. И что-то, знаете, я пожадничала купить пасту Рокс. Не знаю, почему пожадничала. Что-то мне подумала, что, ну, кто-то мне даже из мамочек рекомендовал, что очень хорошая паста. Как вы видите, мы ей попользовались. Но мой ребенок отказался. И мы купили пасту Рокс. Могу сказать одно. То, что, да, очень приятный запах баблгам. Она очень хорошо пенится. Но мой ребенок не может воспринимать такие зубные пасты. Поэтому сейчас она у нас лежит. И я думаю, может быть, как-нибудь сама тоже почищу зубы этой пастой. Стоила она что-то в пределах, по-моему, 55 рублей. Мне кажется, это просто супер бюджетная паста. За объем в 75 миллилитров. Тут, по-моему, 50 миллилитров. 50 миллилитров паста очень бюджетная, девочки. Просто очень. Следующее, что я вам покажу, это покупка, которая совершенно нетипична для меня. Потому что я вообще таким не пользуюсь. Но в связи с тем, что я сейчас нахожусь вне дома. И, ну, мне нужно было это купить. Так что это станки. Фирма называется Супер Макс. Это женские станки. Выглядят они вот так вот. Здесь их 5 штук. Обычные станочки такие вот. 88 рублей за 5 штук. Мне кажется, это просто мило бюджетно. Но единственный, наверное, минус или это просто, как бы, не знакомо сильно со станками. Они действительно одноразовны. То есть на повторное использование будет достаточно травмировать кожу. Они и без того, как бы, когда ты ими проводишь, да, по местам. Они, как бы, такие ощущаются, само лезвие. То есть они такие достаточно, ну, не знаю, чувствительно ими побрить что-либо там, да. Но по большому счету, как бы, если вы любите брить и у вас, как бы, в предпочтениях, мне кажется, неплохие будут штучки. За 5 штук 88 рублей неплохие. Единственное то, что также у них вот эта вот мылкая основа, она зелененькая, она как-то совсем не размыливается. Она не придает вот этому безумному скольжению, которое хотелось бы увидеть. Но воспалений после вот этих станочков я не увидела. Так что, в принципе, тест-драйв, они, могу сказать вам, прошли. То есть они не травмируют, несмотря на то, что ощущается, когда вы ими бреетесь. Они не травмируют кожу, и это самое главное. Следующее, что я хочу вам показать. Давайте я вам покажу, закончим уже с бритьем. Когда я была в магазине и покупала вот эти вот Supermax, я решила, стояла вот эта вот пена, арка для чувствительной кожи. И почему-то я так удалась с детства. Я вспомнила, когда они вот эти вот пена, не пена, а гель арка, он продавался в таких тюбиках, как зубная паста. Я решила мужу взять вот такую пену, потому что у него она закончилась. И, ну, он у меня, конечно, посмеялся, сказал, ну, конечно же, попробуем так, чтобы в завершении пользования я, конечно же, вам расскажу, как и работает ли эта пена. Может быть, сама воспользуюсь данной пеной в сегодняшней ситуации. Но 135 рублей, сказали о многом, и я ее решила взять. Здесь объем 200 мл, 194 грамма. И здесь не содержится алкоголя, в принципе, посмотрим, что будет дальше. Следующее, что я хочу вам показать, и это скраб, 100 рецептов красоты, яблочный. Бережно очищает, тонизирует и увлажняет. Могу сказать, я его купила под влиянием множества отзывов о том, что о нем говорили, это просто какое-то супер-супер-средство, которое намного мягче очищает кожу, чем даже чистая линия. Я решила попробовать. Здесь у него действительно внушительный объем 100 мл. Стоил он что-то в пределах 100 рублей. Я решила попробовать. Я ему уже несколько раз воспользовалась. И пока я не готова вам сказать, как он, что он, как он работает. Расскажу, наверное, в пустых баночках. Так что, если вы на меня не подписаны, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить видео уже конечного использования данных продуктов. Но 100 рублей, мне кажется, за 100 мл очень даже бюджетно. И если у вас кожа непривередливая, в принципе, можете себе позволить. Следующее, что я хочу показать, это продукт от белорусской компании Делита Витекс. Это шампунь с кашемиром. Супер очищение с аха-фруктовыми кислотами для жирных и супер загрязняющихся волос, как написано. А быстро загрязняющихся волос. Здесь 500 мл стоит в пределах 100 рублей. Мне кажется, это просто мега бюджетный шампунь. Просто супер мега бюджетный шампунь, который действительно, в принципе, работает на волосах. У меня единственное, что от него отталкивает, это его запах. Я не могу сказать, что он какой-то противный, но мне он не нравится. Он просто не нравится на любителя. Так что вот так. Неплохой шампунь, который очень неплохо очищает кожу головы, сами волосы. После него самое главное, нет ни зуда, ни перхоти. Замечательно смывается с волос, так что могу смело порекомендовать. Следующее, что я хочу показать, у меня тут бегает Кирюха со мной рядышком. Мы всегда все видео снимаем вместе, так что вот так вот. Следующее, что я хочу показать, это бальзам для волос, ревивер восстанавливающий. Наверное, его уже тоже каждая девочка попробовала, но я не могу о нем не сказать, потому что я его, как бы я ни крутилась возле каких-то разных других продуктов, моя рука все равно периодически тянется к этим бальзамам. Очень достойный продукт, имеет запах травки, он имеет запах огурчиком. В принципе, очень достойный. Единственное, что раньше мне хватало его нанести на волосы на 2 минуты, и он начинал работать. Сейчас уже нужно наносить на 10 минут, для того, чтобы продукт начал работать на волосах. Но легкое расчесывание и увлажнение волос вам после использования данного бальзама обеспечено. Так что неплохой шампунь, неплохой кондиционер бальзам, неплохой бальзам точнее, стоит что-то в пределах 70 рублей, очень-очень бюджетно, за объем 200 мл. Следующее, что я хочу показать, это я была в магазине Магнит, и на акции купила шампунь, мое солнышко с авокадом. Я давно его не могла встретить в магазинах Магнит, купила его за 35 рублей. Это просто мегабюджетное, потому что здесь 300 мл. Очень хорошее мыло, которое не сушит детскую кожу рук, не сушит кожу рук вообще. Хорошо очищает, замечательно смывается, и цена у него очень даже была интересная. Следующее, что я хочу показать, это мыло для рук от фирмы Камэй. Здесь у меня идет запах клубника со сливками, здесь 225 мл, я его купила за 43 рубля, тоже, кстати, в Магнит, и тоже на скидке. Могу сказать, что мыло Камэй, мне, конечно же, больше всего нравится покупать именно кусковое. Мне кажется, оно более душистое, и в ванной пахнет лучше. Но вот этот я его взяла, я его даже, наверное, буду использовать не как мыло для рук, я его буду просто использовать, может быть, даже как гель-детатушу, потому что действительно запах очень вкусной клубники. Сейчас мы эту уберем, упаковку. Запах очень вкусной клубники со сливками. Он пахнет такими конфетками, которые, такие, знаете, вот они, как мармеладка, внутри такие сливочная мармеладка с клубником. Вот это вот этот запах. Очень вкусный, но, мне кажется, очень лучше его будет использовать именно как я для душа, но не как мыло для рук. 43 рубля сказали обо всем, и поэтому очень бюджетная покупка. И крайне продукт на сегодня это средство от Амила. Здесь 150 мл. Я пошла в Магнит, в Магнит Косметика, и хотела купить себе жидкость для снятия лакой. Почему-то хотелось мне купить себе Салли Хэнсон. Объем мне почему-то казался, что там очень большой, потому что это вот большая бутылка, и мне надоело покупать вот эти дамские пальчики, потому что они каждый месяц заканчиваются. Я решила, что куплю я себе Салли Хэнсон большую упаковку. Но пришла в магазин и увидела, что там всего 250 мл, и стоит это больше 390 рублей. И рядышком стояла такая, знаете, непримечательная упаковочка в 150 мл, вот этой вот марки Амила, за 55 рублей. И моя жаба, она сказала обо всем нам, и сказала, что будем покупать именно бюджетное. И я ее взяла, и осталась абсолютно довольной. Замечательно снимает лак, не сушит кожу рук, именно кутикулу. Но если, конечно же, вы после использования жидкости для снятия лака моете руки, вам не будет кожа вокруг ногтей, именно кутикула, она пересыхать не будет. Достойный продукт, мне очень сильно понравился, объем 150 мл за 55 рублей, но это мегабюджетно, мне кажется, на сегодняшний день. Фу, девчонки, хотела по максимуму, по-быстрому вам рассказать все свои бюджетные покупки. Надеюсь, данное видео для вас было интересно. Я, по-моему, на самом деле, очень сильно соскучилась, потому что у меня был небольшой перерыв, наверное, в неделю я не снимала. Решила с вами поболтать, вам рассказать, показать. А, еще, девчонки, забыла вам показать, попрощалась. Хну. Я купила Хну, бесцветная, 42 рубля. Она, это натуральный продукт, который укрепляет корни волос и удаляет пехот. Вы уже знаете, я снимала видео на моем канале, я делала вместе с вами эту маску. Кто не смотрел, конечно же, оставлю ссылку под видео. Девчонки, я осталась довольна. 42 рубля, ее нужно совсем немножко, как видите, я не зеленая, и мне очень сильно понравилось действие. Сейчас я, конечно же, буду ее использовать раз в неделю, и уже по итогу, когда закончится упаковка, я, конечно же, скажу ваше, точнее, скажу вам свое мнение по окачанию использования. Сейчас меня все устраивает. Еще покажу вам последний уже крайний продукт, это уже точно все, у меня уже больше ничего здесь нет. Это глина. Голубая глина, которую я покупаю регулярно, она стоит в пределах 20 рублей, и продукт, который я также использую как на волосы, на лицо и на кожу. Просто делаю обвертывание. С ней очень сильно нежно люблю, мне очень сильно нравится голубая глина. Да вообще, в принципе, я глины люблю, я такая, знаете, вот любитель таких всяких штучек, поразводить и намазать на себя. Так что вот, девочки, все, это точно все, это все покупки, которые я хотела вам показать. Если вам было со мной интересно, вы досмотрели это видео до конца, конечно же, вы большие молодцы. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, желаю вам хороших и выгодных покупок. С вами была ваша Ира, увидимся в скором, будет еще одно новое видео. Всем пока-пока.